друзья мои всем большой привет вы находитесь на канале сказочная деревня и меня зовут юля спасибо за то что вы смотрите наш канал и не пропускаете рекламу а сегодняшний видеоролик будет достаточно спонтанной дело в том что вчера я была в гостях у одного из своих подписчиков до зрителей оксана большой тебе привет привезла ее заказ с колбаской она ее так вкусно пробовала и так интересно про нее рассказывал что я просто не смогла не заснять это на камеру и не показать вам в общем смотрите я надеюсь что вам будет интересно к дегустации готова это армавир сервелат армавирский если вы не любите жопки вы ничего не понимаете в колбасных обрезках точно так ну скажем так колбасу я вообще очень люблю пахнет очень пряно консистенция ну я первый раз пробую эту колбасу поэтому я говорю как есть но я юля извини даже если что-то неприятное скажу ты уж меня нет надо честно вот мелкий жирок по моему ну да мелкие очень мелкие ну здесь правда есть некие крупные вкрапления и даже человеку с плохими зубами жжется хорошо в меру соленое ну прям прям мясо конечно мясо так это дорогобыческий единственное что даже скажу чем не напоминает удивитесь финский сервелат всегда был подкрашен очень красиво но здесь поскольку слишком натуральные ингредиенты я так полагаю то есть я уже вижу что юля не добавляет каких-то красок поэтому не ждите какой кстати знаешь если вот эту колбасу финский сервелат точно толстая она меняет цвет вот ты положишь в холодильник она будет такого белесого цвета а если будет она лежать на жаре она будет красная из-за того что мне стабилизаторов окрасок ну просить что так ну потому что очень вкусно то есть на самом деле нет я даже скажу так пишется хранил я скажу вам честно у меня сейчас мужа нету дома я должна эту колбасу сохранить до мужа вы знаете как это будет тяжело сделать так финский сервелат это я так за хлебом тянусь так финский сервелат будет опробован с хлебом а вот это молоко познакомьтесь это от мурашки она очень жирно это поставишь его в холодильник завтра у тебя не кипяченое не сепарировано ничего вот так будут сливки а молоко будет такого цвета в общем более белесое более такое цвет потеряет внизу а все сливки слух наверх ну скажу так название конечно финский сервелат она не похожа на финский сервелат на вкус на собак на колбаса вкусно пикантная чуть салоне чем были прошлые колбаса очень вкусно андрюша пости ну тебя муж все равно нас не смотрят ты же говорила что он не смотрит youtube так что он не узнает не переживай заранее прошу что если вдруг кому чего-то не достанется я вообще обещал я же ему сказал что я возьму юли несколько сортов на пробу так это была колбаса вареная докторская докторская вареная юля почему она докторская ну вообще докторскую колбасу назвали за того что ее диабетиком и всем с нарушениями и больным и всем давали нет она из свинины это сделано вообще в докторской колбасе должна быть сиунина и 20 процентов говядины у нас говядина днем с огнем не слишком хорошую я делаю чистый сиунины ну она скажем так немножко жирочек конечно и потому что у меня же не профессиональное оборудование должно пробиваться все без жарка если чуть-чуть добавить чесночка то это будет русская классная колбаса любительская какая-то вот чуть-чуть вот бы чесночка но чеснока там нет да но чеснока нет то есть чистое мясо очень сочная мало соленая и практически без специи такая прям нежная и самая опять же повторяю без красителя ребят без красителя но она поэтому такого визуаленого цвета если у кого-то на свинину редко у кого аллергия обычно на курятину вы чувствуете кусочки побольше стали стали крупнее нет ребят колбаса это вообще для меня наркотик я конечно давно себе позволяю такие изыски сейчас купили потому что едут ко мне гости и главное сохранить до гостей не ну конечно сохраняться если так без шуток ну вообще были времена когда знаешь так вот каюсь работала в магазине могла себе позволить потом покупаешь колбасы но это еще в те далекие-далекие времена очень интересно даже не знаю с чем сравнить очень вкусно колбасам я буду рассказывать но к берешь потом колбасы отрезаешь жопку потом очнулся о колбасе когда я лежал в институте питания разговаривала с тетками толстыми знаете я не одинока всем у кого такое было всем привет да я не знаю на что она похожа это докторская копченая до очень вкусно ну ребята вы знаете есть одной есть две вещи вот это андрюша может не достаться это я вам честно скажу вот юль куда я же говорю куски пошли ко мне я обычно я просто ломаю есть колбаса украинская есть краковская в чем отличие я не знаю как делать украинскую кусть одесская я неправильно сказал была в совке одесская и была краковская вот я тебе скажу в чем отличие я не знаю на вкус там по специям не знаю не буду спорить вот это было одесская колбаса с крупным жиром это было одесская а с очень-очень мелким таким вот прям вот как зернистым да это не к тебе претензии я поняла абсолютно потому что сейчас все с ног на голову стало и давным-давно уже все краковскую такую делают вот ну вообще вот два сорта колбасы причем в разные времена я любила разные зато как было вкусно когда ты нарежешь эту колбаску бросишь на сковородочку сверху зальешь яичком яйцо и она так скворчит боже как и какой вкусный завтрак тем кто будет говорить кончай жрать обязательно я вот только вот это вот даю а вы там тазики себе поставьте для слюней кто не плавал юрину колбасу в общем ребят я не знаю как часто я буду юле заказывать остальные колбасы вот честно скажу не знаю это будет на откуп моему мужу то что я буду юли заказывать вот эту колбасу как бы она не называлась юль это фантастика ну спасибо у меня она называется краковская юль пускай она называется как угодно это настоящая колбаса это офигенно вкусная классная колбаса суперска вот это копчение именно в меру не очень много жира он крупненький но его не очень много это очень вкусная колбаса это вот честно скажу из всех вот даже не она не ну я ради нее собственно ради краковской юли приехала я юль это просто фантастика то есть вот если так вот брать вообще из колбасы моя самая любимая это бронсвейская подожди это штыр копченая угу если вот так вот вообще вот да ну вот это вот у нас иногда бывает такая такая вещь просто на завтрак то есть ну да мы вот с мужем делим я тоненькими кусочками себе колбасочками а муж прям вот да прям он так сгрустый так ну сейчас я еще попробую карбонат так пахнет перцем да правильно ну там большой состав да и он такой суховат это же карбонат он без жира да ну слушай ну ты я думаю ну ты сама ты хоть съешь а то с льнями нападаешься да ладно у меня у меня дома есть не переживать так ммм ммм тоже супер вещь ммм да она суховато суховато потому что это карбонат ммм ну это будет очень хорошо на бутербродах с зеленью с какой-нибудь салатным листом вообще супер на праздник если вот так вот или какой-нибудь салат смесь сделать супер ВОООН ну так любят настругают потоньше ну да вот его надо прям тонненько тонненько у меня прям ну листочка у меня зелени нету так нету вон я тебе семена привезла ну не так их не нарежешь надо между ребер я знаю а ты хочешь ты хочешь просто чуть-чуть я хочу чуть-чуть попробовать потому что карбонат да там оба там специи такие он обвален за нам спец их прям это чувствуется это очень вкусно ребят очень трудно пробовать ребра после карбоната я зря это сделал да у карбоната яркий вкус и за специи ребр просто они стали перец чесночок но до чеснок чувствуется очень здорово в этом в ребрах так нет чай ребят ребра тоже замечательно я думаю что то для чего я брала я брала для супа горохова будет просто замечательно очень правильно не перекопченные все прям вот руки на карбонат я все-таки доем да не ну не бросай потому что если я его оставлю заверну я буду думать что там лежит там одинокий такой кусочек частный кусочек вот тут на вдруг ему там плохо будет одному с большим куском а вдруг большой кусок будет на него давить обижать малина обижать мы не нехорошо вот ну и юль все очень вкусно ну хорошо вот без приказ я сказал все честно вот вот это очень праздничное блюдо докторская колбаса что одна что вторая это достаточно очень такие скажем колбасы на каждый день и остальные ну в общем короче они скажем на любителя но они тоже очень вкусные я думаю что вот мужу вот однозначно вот это понравится на лифинске вот это точно будет моей колбасу на больше достанется спасибо жалко что не получилось творожку отведать в следующий раз да вот так вчера душевненько за чашечкой чая и долгими беседами мы достаточно долго просидели я сама даже удивился не заметил как пролетело время спасибо оксане за ее так сказать экспертное независимое мнение в любом случае я очень рада что ей все понравилось если вы тоже хотите такую колбаску внизу в описании есть ссылка на наш магазин вконтакте который называется вкусно ем по нему можно перейти выбрать все что вы хотите и заказать также там есть вайбер магазин как это сделать и как заказать вы увидите вот здесь а вот здесь внизу посмотрите что-нибудь интересненькое а вот здесь подпишитесь на канал пальчиком так тык и спасибо огромное что подписались всем спасибо за просмотр всем приятного аппетита всех люблю целую и всем пока